Сейчас буквально три минуты. Установочная сессия. Так как у нас стартует это обучение, я вас всех рада приветствовать на нашем обучении. По новому бренду, который запускается буквально вот здесь и сейчас, в рамках второго каталога у нас происходит официальный запуск бренда эфирных смесей эфирных масел Майден Муд. И сегодня у нас стартует обучение официальное от компании, которое проведем мы вместе с моей коллегой, специалистом по продуктовой коммуникации Бьюти Натальей Радкевич. Оно будет состоять из шести полноценных, таких полнорежимных тренингов, что называется погружение на все сто. И в рамках этих тренингов мы с вами пройдем и материалы сессии, как основного инструмента для того, чтобы рассказать об этих продуктах всем вашим желающим гостям, в первую очередь вашим структурам. Для того, чтобы приглашать, для того, чтобы заинтересовать этим продуктом и даже протестировать эти продукты в режиме офлайн. Также в режиме онлайн можно точно так же рекрутировать, рассказывать про наши продукты с помощью этого потрясающего инструмента. Это первое. Также мы пройдем блоки Академии Майден Муд, где более глубоко погрузимся в информацию и о тестировании, и о самих продуктах, и о самих смесях. И, в общем-то, в рамках этого всего обучения мы, безусловно, будем отвечать на ваши вопросы. Сертификаты. Так, сертификаты. Я сейчас все расскажу по сертификатам. И, ну вот, для такой первичной настройки, вот нам немножечко арома смеси, так сказать, в нашу ленту. Вот так выглядит наш диффузор. И, в общем-то, в зависимости от цвета вашего настроения сегодня, он меняет также цвет. Ну, здесь, к сожалению, не очень видно с точки зрения света, который на него падает. Но вот сейчас он красный, вот сейчас он фиолетовый, вот сейчас он такой насыщенный, как это называется, фуксия, белый, теплый, белый, зеленый и так далее. В общем, цветов очень много. Видите слайды, но там и я есть маленькая на картинке, потом посмотрите обязательно. Ну что же, поехали сейчас. Тогда мы переходим к слайдовой презентации. Вы ее уже видите, вы ее уже, так сказать, можете читать, да, будете видеть меня в маленьком окошечке. И, в общем-то, слайдовую презентацию. Итак, коллеги, поехали. Для начала, так как сегодня наше обучение стартует, я буквально пару слов скажу еще раз о структуре, для того, чтобы вы понимали, как это будет проходить, где искать анонсы, где искать ссылки для подключения и так далее и тому подобное. В рамках второго каталога два раза в неделю, по вторникам и пятницам, в 16.00 по московскому времени будет стартовать обучение по новому бренду MydenMood. Это обучение будет проходить либо в Microsoft Teams, где сегодня оно проходит, либо в Zoom, будем смотреть варианты, либо будем рассматривать другие варианты. Но сейчас конкретно на каждую встречу вы будете получать отдельный анонс со ссылкой для подключения. Это будет удобно. И тогда вы будете понимать, на какой платформе будет проходить обучение. Далее вы видите расписание тренингов. Обращаю ваше внимание, что мы будем давать, ну, вот такими отдельными блоками, самостоятельными обучениями. В рамках этих блоков мы будем рассматривать одну какую-то заявленную тему. И ваши вопросы и ответы. Так как я сейчас чат не вижу, да, я вас попрошу оставить эти вопросы в своей голове, либо записать их сейчас в рамках, ну, собственно, какой-то вашей записной книжки. И когда мы закончим рассмотрение самого тренинга, я оставлю время на ответы на вопросы. Сразу обращаю ваше внимание, что отвечать на все вопросы, я понимаю, что их очень много, вы какие-то материалы уже получили, изучили уже, скорее всего, сам каталог Майден Муд, да. Возникли какие-то варианты вопросов, очень разнообразных, я представляю, какие они могут быть. И, соответственно, сегодня я отвечу на все базовые вопросы по серии Майден Муд. Более детальная информация, еще раз повторюсь, по компонентному составу, по исследованиям, да, будет в рамках других частей Академии Майден Муд. Поэтому для того, чтобы у вас вся информация усваивалась, для того, чтобы она, ну, так сказать, сразу укладывалась в нужных отделах мозга, ее нужно давать послойно, да, дозированно, вот для того, чтобы не переборщить с этой информацией. Поэтому вот такое послойное нанесение информации, послойное усвоение информации, этот принцип будет взят для нас за основу в рамках этого обучения. Обращаю ваше внимание, вопрос по сертификатам, хороший вопрос, в рамках нашего обучения, уже на четвертой части обучения, а также далее в рамках нашей коммуникации с вами посредством различных чатов, да, это чат про Wellness Innovage, канал Ariflame Product, Instagram аккаунт наш, Ariflame Wellness CIS, это может быть канал в Telegram Ariflame Business. Мы дадим вам ссылку для прохождения небольшого тестирования по серии Майден Муд. В рамках этого тестирования будут вопросы, включающие все блоки обучения, которые мы с вами пройдем в рамках второго каталога. Отвечая на них и получая определенный процент правильных ответов, вы будете получать сертификат о прохождении этих тренингов. Понятное дело, что сегодня не у всех была возможность подключиться, возможно, с точки зрения временного какого-то слота, с точки зрения, возможно, вопросов по нашей платформе, она новая для вас еще пока, поэтому мы это тоже предусмотрели, и вы сможете пройти это обучение в комфортном для вас ритме, в комфортном для вас темпе, в комфортное для вас время, посмотрев записи этого обучения и получив материалы, я имею в виду презентацию каждого блока. Сегодня я вам уже скину ссылку на материалы сессии Майден Муд, вы сможете ее скачать прямо сегодня. И далее в рамках нашей коммуникации, вот, соответственно, наших официальных таких способов общения с вами посредством чатов и каналов, да, в Телеграм, мы дадим вам завтра уже ссылку для просмотра записи сегодняшнего обучения. Вот так будет строиться наша с вами работа. Я надеюсь, что сегодня у вас уже готовы какие-то пишущие принадлежности, не только пишущие в плане записывающие, ну, сегодняшний тренинг, да, в видеоформате, потому что на самом деле чем больше вы пишете, тем больше моторика у вас включена, ключевые какие-то моменты вы тем больше запоминаете. Поэтому первое не исключает второго. Сейчас мы с вами окунемся в сессию Майден Муд. Я думаю, что этот формат знаком для вас, этот формат не является новинкой для вас, потому что на самом деле, как вы понимаете, если сессия появляется в новом бренде, значит, сессия как инструмент, как метод лидерской работы с ключевой категорией, это действительно успешный метод, это действительно метод, зарекомендовавший себя на 100% эффективным в знакомстве с категорией, в возможностях пригласить сюда, в возможностях рекрутировать, да, в рамках сессии и возможностей заинтересовать людей, углубиться в ту или иную тему. Поэтому здесь в рамках вот такого метода рекрутирования, вот такого метода приглашения и знакомства с категорией, новой категорией, да, брендом в целом Майден Муд мы выбрали именно такой формат тренинга, да. Это сессия Майден Муд, которая строится под той же логике, что и сессия Велл, что и сессия Новэйдж, да, мы рассказываем в целом о том, что такое серия продуктов, откуда она ведет свое начало и далее мы, конечно же, даем более детальную информацию по каждому блоку этой серии. Итак, сейчас мы... Так, 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 сейчас, секунду. Раз, два, три. Кому-то... Сейчас, секунду. Вот такие неожиданности нас могут преследовать. Буквально три секундочки. Нет, ну либо все хорошо. Напишите, пожалуйста, в чате, видите ли вы презентацию. Все ли хорошо с презентацией. Нет, не видите. Кто-то видит, кто-то не видит. Интересно. Видно презентацию. Да, все видно. Отлично. Я тогда, пожалуй, отключу свое видео, чтобы вам было проще. Отключите, пожалуйста, коллеги, все видео свои. Для того, чтобы вам же было проще, вам же было проще, соответственно, воспринимать информацию. Видим, супер. Поехали. В рамках сессии сегодня я проведу ее для вас с одной стороны с точки зрения работы лидера с теми людьми, которые пришли к нему на сессию. Да, в первую очередь это будет, безусловно, ваша структура в начале. Но, с другой стороны, так как вы пришли на лидерское обучение по серии Made in Mood, я понимаю, что это заявка на то, что вы хотите строить бизнес вместе с этой серией. Что вы хотите уже не только получать информацию о серии Made in Mood как людей, да, в большей степени, ну, знаете, таких партнеров бренда, которые хотят ее получить для себя, да, для того, чтобы самим для начала разобраться в этой категории. Но у вас есть прицел и такой акцент на бизнес, поэтому я буду делать небольшие сноски, почему именно так, а не иначе, например, вот здесь следует поступить, да, и так далее, и тому подобное. Как и во всех презентациях, обращаю ваше внимание, что в этой презентации есть подстрочники, детальная такая информация, на что мы делаем акцент в рамках каждого слайда. Это очень помогает сфокусироваться на правильной информации, не растекаться мыслью по древу, а давать информацию точечно. Вы должны понять, что это тренинг, визитка, это тренинг такая открывашка для категории, это тренинг, который позволяет заинтересовать в первую очередь наших людей, пришедших к нам на сессию Made in Mood, и рассказать им, а кто мы такие, как компания, как, в общем-то, представители компании, и почему в рамках нашей компании появилась бренд Made in Mood. Ну что, поехали ознакомиться с сессией, она очень красивая, она очень стильная, и она специально разработанная для серии Made in Mood. Итак, давайте начнем. Я думаю, что в рамках этой сессии не лишним будет отметить то, что все мы сегодня присутствуем на запуске нового бренда. Еще одна гордость нашей компании, еще один момент, наверное, который вызовет у большинства ваших клиентов и даже у большинства лидеров или партнеров в ваших структурах такие удивленные глаза и вопрос, это что-то новое. Да, действительно, компания Арифлейм умеет удивлять, и сегодня мы говорим о запуске нового бренда смеси эфирных масел Made in Mood. Начиная нашу сегодняшнюю сессию, я представлюсь, меня зовут Анастасия Фурко, специалист по продуктовой коммуникации Wellness в странах СНГ. И если мы говорим о том, кто мы, то мы, компания Арифлейм, мы родом из Швеции, и мы, конечно же, говорим о том, как мы понимаем с вами красоту. Мы понимаем красоту, что это не просто красивая кожа, это не просто умение самовыражаться, да, а это значит, что мы, скорее всего, имеем хорошие базовые навыки в пользовании декоративной косметикой, знаем, как правильно, ну, я не знаю, повязать шарфик или использовать какой-то другой аксессуар. Мы грамотно ухаживаем за кожей, мы знаем, что такое образ жизни, но мы это все не разделяем. Мы говорим, что это и есть красота по-шведски, красота по-шведски, которая подчеркивает наш комплексный подход к красоте в целом, потому что это то, как мы выглядим, это то, как мы себя чувствуем, и это то, насколько качественно мы проживаем свою жизнь, насколько мы ее чувствуем и насколько мы себя в ней ощущаем в данный конкретный момент. Конечно же, если мы говорим про качество нашей жизни, мы, безусловно, должны остановиться на таком понятии, как баланс, да, и в рамках нашего общего благосостояния, в рамках нашего благополучия в целом, в рамках нашего ощущения от жизни, когда мы можем сказать, что мы живем на все сто процентов, да, вот этот баланс играет не последнюю роль, да. И еще раз говоря о наших, так сказать, шведских традициях, о наших шведских корнях, можно, даже важно сказать, что Швеция для нас в этом вопросе является примером, является такой, что ли, мерой, которая показывает, насколько качественно можно проживать жизнь в балансе, да. Шведы на самом деле очень счастливая и довольная нация. Они живут в балансе не зря в рамках шведского языка, есть такое понятие, как лагом, да, не больше, не меньше, а столько, сколько нужно. И вот этот баланс шведы умеют, ну, так сказать, транслировать и использовать в рамках своей жизни, и именно этому мы будем учиться, да, брать пример с этой замечательной стороны. Ну что, в рамках сегодняшней встречи мы поговорим о том, что такое эмоциональное благополучие, что на него влияет, да. Наверное, ответим на вопросы и поймем, насколько это эмоциональное благополучие сейчас есть у нас с вами, в реальной жизни, в данный конкретный момент. Мы поговорим о том, какое предложение готова сделать компания Арифлейм для того, чтобы ответить на наши с вами, на ваши, в том числе, ключевые потребности в рамках разговора о комплексном подходе к красоте, об эмоциональном благополучии и, ну, вот таким наслаждением жизни в целом. Сегодня наша встреча будет именно об этом. И, как и любую нашу встречу, мы начинаем с рассказа о себе. Коллеги, я здесь сделаю небольшую ремарку, что здесь, безусловно, вы даете краткую информацию о том, как вы познакомились с этой категорией, какую потребность эта категория смогла решить исключительно для вас, да, что вы открыли для себя, что изменилось в вашей жизни с приходом этой категории в вашу жизнь и в вашу ежедневную такую бьюти-рутину, да, когда мы понимаем, как, ну, под словом бьюти, общие такие ритуалы для того, чтобы чувствовать себя и выглядеть прекрасно. Ну, я здесь расскажу про свою историю, да, к продукту мы приходим по-разному. Не зря я спросила у вас, а как вы начали свое знакомство с продуктом, либо вы влюбились в него из рассказа или показа ваших амбассадоров, либо вы сейчас влюбляетесь в него сначала в теоретическую часть, а затем уже получите эти долгожданные флаконы, да, в свое личное пользование. Вот со мной случился второй вариант истории. Я сначала влюбилась в эту концепцию, в эту идею «Mide in Mood», потому что вместе с коллегами принимали мы все участие в адаптации этих материалов, в работе с этими материалами в рамках обучения наших бренд-партнеров, да, и вот сначала ты погружаешься в эту историю, в эту информацию, в эту, я бы сказала, атмосферу даже. Не то, что это история или слайдовая презентация, да, это целая атмосфера «Mide in Mood», которой у нас не было до этого, безусловно. Это гордость для меня, этот бренд, который заставит еще раз удивиться всех вокруг, что компания «Арифлейм» шагнула вперед. И уже после этого, да, вот на эту гордость, вот на эти знания, вот на это понимание ценности продукта, такого теоретического понимания, пришло еще и практическое использование этих продуктов в рамках моей ежедневной работы на дому, да, в рамках хоум-офиса, в рамках повседневной жизни. И сейчас я вам могу сказать, что вот это знакомство сейчас сосредоточено в большей степени на таком поиске баланса между смесями «Баланс», уверенность, да, и «Релакс». Вот сейчас это мои ключевые соратники в ежедневной жизни. Прямо сейчас, да, вместе с вами я сейчас работаю вместе со смесью «Баланс», потому что это очень важно при вот таком, что ли, проведении тренинга всегда понимать уверенность в себе, уверенность в своих силах. И это именно то, что дает мне возможность вот сейчас слушать этот потрясающий аромат из диффузора и общаться вместе с вами. Вот такая небольшая моя история. У каждого она будет своя, безусловно, но без нее мы не продолжаем работу дальше. Если мы говорим про тренинг онлайн, да, то мы просим, если это позволяет платформа, да, и даем слово каждому из присутствующих, не старайтесь, чтобы на онлайн-встрече было очень много человек, потому что вне зависимости от этого такого вместительного формата очень важно все-таки сохранять вот эту интимность даже какой-то обстановки, сессии. И особенно в этом случае это также важно. Если это встреча оффлайн, то вы также даете возможность представиться каждому из здесь сидящих людей в вашем каком-то специальном, так сказать, оборудованном помещении и знакомитесь с каждым участником здесь и сейчас. Итак, а сейчас, дорогие коллеги, я задаю вам вопрос, а вы отвечаете про себя. Можете потом сделать какие-то комментарии в рамках нашего чата, либо написать их прямо сейчас. О чем вы думаете? Странный вопрос, да, для сессии. Если я присутствую на сессии Майден Муд на обучении, о чем я могу думать? Конечно же, о сессии Майден Муд, подумаете вы, но на самом деле психологи Гарвардского университета провели исследование и выяснили, что 47% нашего времени на самом деле наши мысли блуждают где-то, но не присутствуют здесь. Это как раз-таки про то, что не так просто сосредоточиться на моменте здесь и сейчас, когда есть очень много планов, когда очень высокий ритм жизни, когда очень много задач стоит перед нами, очень много людей проходит в течение дня вместе с нами онлайн, в оффлайн формате. И вот эта такая повседневная спешка, повседневная рутина заставляет нас в один и тот же момент присутствовать в одном месте, а думать о другом. И вот на самом деле это то, что сказывается на качестве нашей жизни, это повышает, с одной стороны, уровень стресса, это может быть еще и таким действительно риском, которое снизит качество нашей жизни и не даст вот этого ощущения полного благополучия. Это реалии нашей жизни, но при этом мы сами можем помочь себе найти этот баланс в своей жизни. И сегодня мы поговорим именно об этом. Но давайте, прежде чем перейти к следующему такому, ну что ли, теме разговора, ответьте себе, пожалуйста, на вопрос, а часто ли бывает с вами, что есть сложности с таким, казалось бы, простым процессом, как засыпание? Что может быть проще? Наступило время отхода ко сну, мы ложимся в свою любимую кровать, на свою любимую подушку, закрываем глаза и ничего не происходит. Бывает ли такое, что для того, чтобы заснуть, нужно сделать какие-то дополнительные еще действия, прежде чем уснуть? Бывает ли такое, что вы просыпаетесь среди ночи и потом не можете уснуть? Либо есть сложности с пробуждением, либо есть сложности с ощущением такого отдохнувшего человека после сна, несмотря на то, что сон был достаточно продолжительным, и никто вам ничем не мешал. Если вот есть такие сложности, значит, есть вопрос, конечно же, связанный с контролем нашей эмоциональной сферы. И мы понимаем, что вот те эмоции, которые скапливаются в течение дня, они, безусловно, влияют на наше сознание. И вот этот вариант контроля эмоций позволит нам, безусловно, так сказать, прийти в баланс и жить здесь и сейчас, наслаждаться каждым моментом. И вот про наслаждение каждым моментом, конечно же, лучше всего об этом говорит такой термин, как эмоциональное благополучие. Эмоциональный баланс важен, потому что мы хотим, каждый из нас, у каждого из нас есть свои цели, есть свои приоритеты, но, безусловно, в рамках вот этих целей, вот этих жизненных каких-то ключевых акцентов мы все равно хотим получить максимум, как от отношений, так и от каких-то наших моментов в работе. И вот для того, чтобы добиваться этого успеха во всех сферах нашей жизни, конечно же, эмоциональное благополучие очень важно, потому что вот этот именно момент позволяет нам сконцентрироваться в нужный момент, получить максимум от своих физических и, в том числе, и умственных возможностей. При этом мы с вами все, как никто, наверное, понимаем, насколько сильны эмоции, насколько вот эти, казалось бы, вещи неконтролируемые, сиюминутные, появляющиеся очень часто в нашей жизни и являющиеся частью этой жизни, на самом деле, насколько они сильны. И зачастую сила этих эмоций может контролировать и наши действия, и наш разум, и наше тело. Поэтому, говоря о силе эмоций, мы всегда подразумеваем то, что это часть жизни, и это важная часть жизни, и без нее мы не были бы теми, кем мы являемся, но при этом мы понимаем, что, конечно же, если мы говорим про эмоциональное благополучие, про эмоциональный баланс, про получение вот этого кайфа от жизни, то наша задача – контролировать их. Ну вот представьте ситуацию, очень простую, в рамках, наверное, нашей сегодняшней беседы пример будет максимально таким понятным для всех нас. Вы можете выбирать любые примеры, но вот здесь используем пример с боязнью публичных выступлений. Представьте, заслуженный вами выход на сцену, заслуженный вами, ну вот такую возможность рассказать о своих результатах, вы этого долго ждали, вы к этому шли, вы прилагали все усилия, достигали новых званий, и вот вы заслуживаете вот этого момента публичного признания, у вас есть возможность выйти на сцену и рассказать о своем опыте тысячам, миллионам людей. Сцена может быть как онлайн, так и оффлайн. И представьте, насколько этот потрясающий момент в вашей жизни может быть омрачен, если есть вот этот страх публичных выступлений. Это базовая эмоция страха, поэтому с этой эмоцией мы все встречаемся в разных пропорциях, но вот страх публичных выступлений – это достаточно часто встречающееся такое явление в нашей жизни особенно. И вот этот страх может не только парализовать нас с точки зрения какого-то возможности даже эмоционально прочувствовать вот этот весь ощущение вот этого триумфа, но может парализовать даже нас физически. Я думаю, что вы замечали вот этот момент, когда есть некоторая боязнь или страх выступлений публичных, то сковывает не просто мысли, когда мы, вот такое есть выражение, когда мы слышим, как работает наш мозг внутри, подбирая слово, хотя вы репетировали несколько тысяч раз свою речь. Вы выстроили всю речь и знаете ее, что называется, вот от слова и до слова, и помните логику. Но вот что-то не позволяет. Даже с точки зрения физики есть какие-то ограничения, движения становятся более такими, какими-то, ну, мелкая моторика вся пропадает, движения становятся менее естественными и так далее и тому подобное. Вот это про что, да? То есть на самом деле эмоции очень сильны, и важно осознавать эти эмоции, первое, и уметь с ними работать здесь и сейчас. Вот этот контроль нам важно использовать в своей регулярной работе. Что нам может помочь восстановить этот контроль? Конечно же, есть очень много способов. Кто-то доверяет каким-то физическим действиям, кто-то доверяет только дыханию, но мы с вами понимаем, что на самом деле вот помочь нам осознанно работать со своими эмоциями, когда наши мысли становятся ясными, мы принимаем взвешенные решения, мы, ну вот, в оптимальном формате чувствуем своё тело, да? Вот в этом смысле нам очень может помочь ароматерапия. И на самом деле это не что-то новое, это не ноу-хау, это то, что является нашим, я бы сказала, тайным знанием, на протяжении уже многих веков. И это древняя практика, разновидность альтернативной медицины. Эти знания мы с вами будем использовать и в рамках нашего разговора про новый бренд Майден Муд. И на самом деле я думаю, что фраза, да, что связь между ароматом, мозгом и эмоциями, она прямая, она неразрывная, это даже не то, что требует каких-либо дополнительных доказательств, это фраза-аксиома. Это есть и это действительно вот что называется точка, либо восклицательный знак, а не знак вопроса. «Связь между ароматом, мозгом и эмоциями неоспорима». Это то, что можно проиллюстрировать в рамках простого примера. Когда вы слышите знакомый, но давно не встречавшийся вам аромат, так называемый аромат из детства, скажите, пожалуйста, какие эмоции вы испытываете, да. Я думаю, что вы не просто испытываете какие-то положительные эмоции, вы, в вашей голове рисуется настоящая картинка, даже не фотография, а видеосюжет, где вы встречались, как это было, какие люди там были. И это всё лишь эмоции, вызванные каким-либо запахом, да. Поэтому, если мы говорим про обоняние, то это действительно очень сильная эмоция, которая является древнейшей эмоцией. Интересные факты, несколько фактов, коллеги, я вам приведу. Один из таких фактов, что обоняние зарождается ещё у малышей в утробе матери, то есть дети в утробе матери уже могут слышать запахи. И второй факт, очень интересный для меня, на самом деле. Смотрите, какая интересная вещь. Ну вот, казалось бы, да, там обоняние кто-то назовёт не самым главным чувством, которое мы с вами имеем в рамках вот исследования мира вокруг, да. Есть ещё осязания, есть там чувства, там есть зрение и так далее, слух есть, да. Вот обоняние, на самом деле, оно очень сильно влияет на наше мироощущение, на наше благосостояние в целом. Вот смотрите, интересный такой факт, что обоняние на 75-95% влияет на восприятие вкуса. То есть у нас нет обоняния, мы не получаем удовольствия от того, что мы едим, и мы не различаем, ну, в общем-то, вкуса еды, мы не получаем вот этого сигнала в мозг сразу. И мы можем понять, что мы едим, ну, условно говоря, мясо, а не брокколи, только лишь из-за разницы в текстурах, и всё. Вот смотрите, какой интересный факт, да. То есть обоняние – действительно важная часть восприятия нашего мира. И если мы говорим в рамках ароматерапии, то в рамках этого влияния здесь используется сила эфирных масел. Что такое эфирные масла? Это высококонцентрированные растительные ароматические экстракты, которые имеют ярко выраженный аромат, да. И именно их аромат влияет и на разум, и на наше тело, и на настроение. На самом деле некоторые учёные говорят, что мы слышим не носом, а сразу мозгом. Ну, наверное, здесь есть какая-то доля истины, да, потому что это всё сразу влияет на все аспекты нашей с вами жизни. Если мы говорим, откуда мы получаем эфирные масла, источники могут быть абсолютно разные. От каких-то корней, лепестков, цветов, самих цветов, да, как соцветия. Это могут быть какие-то, ну, из древесины могут получаться аромамасла, могут из кожуры, особенно если мы говорим про цитрусовые. То есть это всё эфирные масла. И у них, конечно же, множество преимуществ для использования в рамках нашего регулярного вот такой жизнедеятельности, ежедневного применения, потому что их воздействия и преимущества для организма, они неоспоримы. Они могут повышать мотивацию, они могут нас расслаблять в нужный момент, они могут снижать уровень стресса, их сила в их концентрации, в их ароматах, да. И говоря о силе эфирных масел, я с удовольствием сейчас представляю вам всем новую коллекцию смесей эфирных масел Mind & Mood. Что такое бренд Mind & Mood, да? Это всё лучшее, что подразумевается во фразе «красота, созданная Швецией». Это всё лучшее в рамках традиции Арифлейм. Что это значит? Это и отражение нашей шведскости, как, в общем-то, нашей Родины, да. Это и отражение философии лагом. Это и наше понимание красоты как целостного подхода, да. Без эмоционального баланса не может быть качества жизни на все 100%. Это и, конечно же, наши принципы как компании косметической, которая всегда в основе своих продуктов видела 100% натуральные, максимально эффективные компоненты, при этом добыча которых не вредила бы окружающей среде. То есть это высокие этические принципы, в принципе, это высокие стандарты качества, которые мы предъявляем к выбору ингредиентов. И это, безусловно, сегодня наш козырь в рукаве. Это, конечно же, научная доказательная база эффективности наших смесей эфирных масел. Мы первая компания, которая провела нейробиологическое исследование наших продуктов. Это то исследование, которое показывает влияние ароматов на наш мозг, на наше тело, на наш разум, да. Ну вот смотрите, неврология – это та наука, которая изучает нервную систему. Нейробиологи изучают то, как мозг управляет всем телом. Если посмотреть на эту картинку, здесь мы видим наш головной мозг, и здесь нужно понимать, что у нашего головного мозга есть разные отделы. Они управляют, ну, собственно, разными функциями нашего организма. Здесь выделены цветными вот такими маркерами, да, те отделы мозга, на которые влияет та или иная смесь в рамках бренда Майден Муд, да. Здесь мы говорим про четыре ключевых зоны влияния. Это моторная кора, это префронтальная кора, это бледный шар или предклинье, да. Поэтому вот в рамках нашего нейробиологического тестирования мы провели исследование на добровольцах. Это исследование проходило в 2018-2019 годах в Брюсселе. И, соответственно, в рамках этого исследования мы изучали действие ключевых ингредиентов наших смесей ароматических масел в рамках высокоточного МРТ-тестирования. Что это значит, да, в чём уникальность этого исследования? Кто-то может сказать, что проведение таких тестирований для смесей масел, ну, это достаточно популярная практика. Я с этим могу согласиться и не согласиться одновременно. Почему? Потому что действительно тестирование продуктов проводится многими компаниями. Но зачастую это тестирования, которые всё-таки очень субъективно описывают действия того или иного ингредиента. Либо это, что значит субъективно? То есть сам испытуемый участник исследования описывает свои впечатления от использования тех или иных масел, либо за его какими-то реакциями следит другой человек. То есть это субъективно, когда человека описывает человек, да, но когда человека тестирует аппарат высокоточный, да, магнитно-резонансная томография в данном случае, то здесь мы можем измерить физические реакции мозга. То есть это объективнейший метод, который отражает активности мозга, которые мы, с одной стороны, можем осознавать, да, субъективно даже их описывать, а можем и не осознавать, потому что они происходят бессознательно, без нашего участия в нашем головном мозге. И вот такое МРТ-исследование было проведено с нашими ключевыми ингредиентами, и именно так мы поняли, на какие отделы мозга влияет тот или иной ингредиент в рамках наших смесей. Ну вот, например, на моторную кору, да, то, что связано с побуждением двигаться, в прямом и переносном смысле слова, да, движение с энергией и бодростью, на эту, в общем-то, зону влияет активный ингредиент нашей смеси энергия розовый перец. Если мы говорим про префронтальную кору, это то, что связано с нашей уверенностью, с нашей самореализацией, с нашей, в общем-то, ну, вот, когда мы хотим достичь цели, то вот на эту зону активно влияет, да, показал в рамках МРТ-тестирования активное влияние лавр. На предклинье это то, что, в общем-то, помогает нам сконцентрироваться, здесь и сейчас быть, это то, что помогает нам успокоить в какой-то степени разум, да, и вот прийти во внимание, которое нам нужно здесь и сейчас, очень положительно на это влияет ладом. И вот на такой отдел мозга, как бледный шар, здесь этот отдел мозга очень сильно связан с ощущением спокойствия и разума, и тела, и с управлениями функцией дыхания, да, в целом. Вот связан этот отдел мозга под названием бледный шар, и именно на него положительное действие оказывает такой наш основной ингредиент, как сандаловое дерево. Вот такое потрясающее исследование было проведено в рамках подготовки к запуску нашей серии, и сегодня мы заявляем о том, что это не просто серия высококачественных, стопроцентно натуральных эфирных масел. Это то, что является доказательством самых, что ни на есть, лучших природных ингредиентов и их научная обоснованность в рамках использования наших смесей. Бренд Mind & Mood – всё лучшее в одном флаконе. Это действительно те продукты, которые позволят нам сосредоточиться в конкретном моменте нашей жизни, получить максимум из этого момента, усилить все свои лучшие качества здесь и сейчас. И это ответ на ключевые потребности каждого из нас, да. Мы создали четыре разных смеси эфирных масел. Это смесь энергии, как я сказала, она у нас в красных упаковках. Это смесь уверенность, жёлтые упаковки. Это смесь баланс, зелёная упаковка. И это смесь релакс, это синяя упаковка умиротворяющая. Давайте остановимся на каждой из этой серии поподробнее. В рамках этой части сессии вы можете, если это оффлайн-сессия, давать тестировать продукты оффлайн, слушать их из флакона, либо наносить на тело для тех, кто на 100% уверен, что эта смесь им подойдёт, да. Либо всё же я бы сделала акцент на слушании из флакона, потому что это лишь знакомство первое. Для того, чтобы ароматы не смешивались, да, получать вот эти чистые эмоции нужно услышать здесь и сейчас и, так сказать, дать возможность всем последующим смесям также быть прочувствованными вами. Итак, смесь энергия. Для чего? Какие её ключевые компоненты? Это розовый перец и грейпфрут. Они активно взаимодействуют и влияют на моторную кору. И это то, что помогает нам мобилизироваться, помогает нам получить заряд энергии здесь и сейчас для того, чтобы начать какую-то, возможно, даже очень энергозатратную умственную или физическую деятельность. Вот такой заряд энергии в рамках этих флаконов у нас есть. Аромат получается пряный, пикантный и сочный. И именно эта смесь позволит нам вступить в новый день с новыми силами, с зарядом энергии и, в общем-то, пройти его на все свои 100%. Если мы говорим про нашу коллекцию уверенность, что здесь можно отметить? Что, как я и говорила ранее, это то, что связано с нашей самореализацией, связано с нашими целями личными и какими-то, возможно, ну вот такими рабочими, да, достижениями каких-то поставленных планов и получения тех результатов, которые мы хотим получить. Это как раз-таки префронтальная кора, это то, что добавляет нам уверенности в себе, это то, что позволяет нам видеть все возможности вокруг нас, это то, что заряжает нас в том числе верой в свои силы и добавляет нам общего такого знания, что все получится, все у нас будет очень хорошо. Ключевые ингредиенты этой серии – это лавры бергамот, получается такой очень насыщенный, но при этом очень свежий, травяной такой аромат, который можно почувствовать и в рамках нашего мини-флакона смеси эфирных масел, и в рамках роликового аппликатора. Следующая наша смесь, которая позволяет нам прийти в гармонию, прийти в баланс, восстановить баланс этих эмоций, что называется остановить мгновение, потому что оно прекрасно. Почувствовать себя здесь и сейчас, почувствовать с одной стороны такую свою силу, но с другой стороны спокойствие, внимание к деталям. И, соответственно, это та смесь, в основе которой лежат два ключевых ингредиента – ладан и кедр, и получается очень по-настоящему успокаивающий, возвращающий в такой баланс внутренние и внешние наши проявления. Пряный, древесный, успокаивающий. Я думаю, все вы в рамках разговора про эту смесь отметите, что когда мы попадаем в хвойный лес, действительно мы чувствуем такое обновление, даже я бы сказала, поэтому вот здесь, как два ключевых компонента, используются очень проверенные и, безусловно, качественные ингредиенты, действия, которые дополняют друг друга, ключевой ладан, и в дополнение к нему идет кедр. Дальше. Смесь релакс – это то, что позволяет нам переключиться с активной деятельности на отдых. Качественный отдых позволяет нам, так сказать, достаточно в быстрой и комфортной атмосфере действительно расслабиться и умственно, и физически. Качественный отдых подразумевает отсутствие лишних мыслей, подразумевает расслабленность всего тела. И вот это то, что помогает нам достичь содружества, композиции из двух ключевых ингредиентов – сандала и лавандина. И вот этот теплый цветочно-древесный аромат погружает нас в такую нежную, приятную негу. И это все благодаря тому, что есть влияние на зону мозга, которая называется «бледный шар». Здесь происходит стабилизация нашего дыхания и такое приятное, ненасильственное, если так можно сказать, расслабление и тела, и разума, что очень важно. Вся коллекция «Майден Муд», как вы поняли, представлена в двух разных видах. Это смеси эфирных масел и это роликовые аппликаторы. И сейчас мы поговорили об их влияниях на нашу эмоциональную сферу, на то, чем они нам могут быть полезны в нашем ежедневном жизненном ритме. Но как мы можем использовать эти эфирные масла? Все очень просто. На самом деле здесь можно говорить, что самый простой способ, который можно продемонстрировать даже в рамках сессии, в рамках любого обучающего мероприятия «Майден Муд», это вариант вдохнуть эфирное масло из флакона. Здесь вы сразу почувствуете вот этот эффект от эфирного масла, буквально от одного глубокого вдоха. Сделав несколько таких вдохов, достаточно глубоких, вы получите эффект здесь и сейчас, что называется, тот, который в зависимости от смеси, которую вы выбрали для этого. Есть вариант также использования эфирных масел с точки зрения, ну вот, на тело, да, это либо роликовый аппликатор, очень удобный формат, потому что это то, что уже готово к использованию, просто нанести на зоны пульса и всегда иметь, ну, если вы понимаете, что сегодня день, требующий от вас максимальной концентрации, например, либо максимальной уверенности в себе, вы наносите ту или иную смесь, вы можете ее обновить и получить вот эту дополнительную невидимую глазу и другим людям поддержку, но ту поддержку, которую будете чувствовать именно вы. Это использование роликового аппликатора. Это может быть эффект, точнее, использование в рамках массажа. Здесь две капли масла мы смешиваем с 15 мл базового масла, получаем вот эту смесь и используем его в качестве массажа. Как самомассажа, так и массажа от профессионала, либо вашего любимого человека. И также есть вариант использования такого, ну, я бы сказала, внешнего использования без прикосновений к телу. Это вдыхание аромата посредством распыления его через диффузор, всего лишь 2-3 капли на 75 мл воды, и вы получаете вот этот облако пара, что называется, с нужной для вас идеей, да, с нужным эффектом, который вы хотите получить. Ну, либо ванная или душ, в зависимости от, опять же, эффекта. Добавьте от 3 до 5 капель либо на стенки вашей душевой кабины, либо ванной, либо в саму ванну, и получайте эффект, что называется, не отходя от кассы. Очень много вариантов использования. Конечно же, как мы сказали, вариант использования здесь и сейчас, это, который всегда с вами, это вариант, ну, для такого ношения в рамках косметички, сумочки, да, это роликовые аппликаторы, позволяющие получить эффект в нужном для вас времени и месте. Ну, и, как говорится, лучше один раз попробовать, чем несколько раз услышать. В рамках сессии офлайн мы предлагаем простой вариант знакомства с эфирными маслами, их воздействиями и небольшую такую дыхательную практику, как можно получить максимальный эффект от использования нашего масла. Мы делаем глубокий вдох на 4 счета через нос, далее задержка дыхания на 4 счета и выдыхание через рот. Понятно, что эфирное масло во флаконе находится недалеко от вашего носа, ну, примерно на расстоянии, как это видно, одного-полутора сантиметров, как это видно на фото. Вы получите уже максимальный эффект. На самом деле, как мы с вами сказали ранее, бренд Майден Муд и наши смеси эфирных масел в 4 направлениях помогут каждому из нас решить свои собственные потребности, усилить какие-то зоны развития, которые важны именно для нас. Но на самом деле уникальность этого бренда, этой серии в том, что все 4 композиции мы можем использовать в рамках нашей жизни совершенно, естественно, совершенно спокойно и с огромнейшим удовольствием. Здесь мы приглашаем всех узнать еще больше о бренде Майден Муд, о том, как его можно включить в жизнь. Если есть какие-то вопросы от присутствующих на вашей сессии, мы просим их задать. Мы обязательно говорим спасибо за то время, которое было уделено нам в рамках этой сессии, даем возможность обменяться всем своими впечатлениями об этом продукте, рассказываем еще раз, делаем акценты на ключевых каких-то, в общем-то, акцентах в рамках каждой серии. И в завершении мы говорим о том, что в рамках этого бренда мы можем приобрести не просто каждый продукт по отдельности, но в рамках этого бренда у нас есть уникальное предложение наборов Майден Муд. У нас есть целых два набора. Это либо смеси натуральных эфирных масел, либо набор роликовых аппликаторов, которые будут всегда здесь, всегда сейчас и всегда вместе с вами в нужном месте, в нужное для вас время. Вот такие классные предложения есть в рамках бренда Майден Муд. Мы благодарим, как ведущие этого тренинга, всех участников за то, что они нашли время поприсутствовать на этом тренинге, задать свои вопросы, можно еще раз акцентировать свое внимание на том, какие изменения произошли в рамках вашей жизни с приходом Майден Муд. И пригласить на ваше последующее обучение в рамках этой серии и погружение в эту тему более подробно. Ну что, я сейчас отключаю экран, включаю свое изображение. Вижу наш чат. Коллеги, вижу вас, очень задумчивых. Я надеюсь, что это связано с тем, что вы очень внимательно слушали презентацию. И именно поэтому вы сейчас в некоторой задумчивости, вот очень многие сидят вот прямо вот в таком формате. Либо, ну вот как это оценить, насколько вы погрузились в эту атмосферу Майден Муд, насколько вы прочувствовали вот эту, ну что ли, гармонию, этот баланс серии даже на словах. Потому что, конечно же, онлайн я не могу вам передать, ну, собственно, точнее, я могу вам передать лишь свои впечатления от этой серии аудиально. Но вот все это почувствовать вы сможете самостоятельно, прикоснувшись к этим потрясающим продуктам. Смотрите, я специально сделала небольшую такую выставку Майден Муд. Почему? Потому что, на самом деле, не просто сами масла, компонентный состав, их история создания заслуживает того, чтобы быть увиденным в плане презентации, рассказанным в плане голосового сопровождения. А очень важно, посмотрите, вот получить даже эстетическое наслаждение от того, в каком формате выходят эти продукты. Это вот такой потрясающий формат наборов Майден Муд, очень вкусных, очень, ну, я не знаю, умиротворяющая такая упаковка, нет каких-то четких граней, нет четких линий. Есть переход цвета из цвета в цвет, и это действительно очень-очень гармонизирует. И вот в таком формате выходят наши продукты. Помимо того, что у нас есть, как я сказала, два набора смесей, сейчас я перейду к вопросам, буквально дайте мне несколько минут. Я рада, что это вызывает у вас столь эмоциональный отклик. У нас есть также базовое масло Майден Муд, о котором мы упомянули в рамках сессии. Сейчас я уже перехожу, так сказать, к произвольной части программы. Здесь, если есть вопросы, вы на них ответите в рамках своей презентации. Но здесь я хочу сделать акцент, что базовое масло Майден Муд специально разработано в этой коллекции, протестировано вместе с эфирными маслами Майден Муд. И именно использование базового масла как основы для растворения эфирных масел для использования в рамках массажа обусловлено тем, что было проведено исследование, насколько эфирные масла качественно растворяются в этом базовом масле, чтобы это было растворение не какими-то отдельными блоками, а чтобы это было полное растворение, гомогенизация, единение двух продуктов эфирных масел и, соответственно, базового масла Майден Муд. Поэтому мы рекомендуем вам использовать вместе с нашим продуктом именно такой формат. Ну и, конечно же, формат диффузора. Этот формат позволяет нам сохранять качество масла. Они очень чувствительны к нагреву, поэтому мы используем вот такой метод парового диффузора. это очень красиво. Здесь не очень хорошо видно. К сожалению, вы видите просто белую такую лаконичную форму диффузора, но она меняет цвет. Это очень красиво, это очень классно, это позволяет вам, вы помните, как в песне, менять свое настроение. Сейчас у меня вообще смена пошла картинки. Цвета меняются сами собой, но можно выбрать тот цвет, который вам важен именно для вас. Он может служить еще и как ночничок. Так, смотрю ваши вопросы, коллеги. Да, запись будет на официальном канале. Пока я сейчас отвлеклась и перешла на наш чат, буквально, буквально, коллеги, пару минут я вам скопирую ссылочку на материалы тренинга. Это ссылка, ведущая вас на Google Диск. И именно там вы можете уже сегодня скачать материалы этого тренинга. Такс. И надеюсь, что вы в рамках нашего сайта после пароля уже обнаружили раздел «Эфирные масла», где есть вопросы и ответы, ключевые вопросы, ключевые ответы по нашему новому бренду. Но, на всякий случай, для вашего удобства, я снова дублирую эту ссылочку в чате. Так, поехали. Можно ли брать в баню, если чувствительно к нагреву? Не рекомендуем. Вот те рекомендации, которые мы сейчас дали в рамках даже сессии, ну, в баню в плане, я не знаю, как это принято, кидать на несколько капель на разгоряченные какие-то форматы камней. Не рекомендуем то же самое, что арома-лампа, а вот добавлять воду, как вариант, в любом удобном для вас месте. Как определить количество капель, используя шариковый аппликатор? Шариковый аппликатор не подразумевает капания. Шариковый аппликатор подразумевает… Сейчас покажу вам. Подразумевает такой роликовый аппликатор. Видите? Так, вот сюда. Роликовый аппликатор, которым вы наносите аромат на зону пульса. Так, дальше идем. Диффузор просто волшебный, можно сидеть и медитировать. Согласна на 100%, Юля. Масло базовое не имеет запаха, именно поэтому оно и называется базовым, потому что позволяет нам не менять свойств, при том, при всем, что оно растворяет и создает нужную концентрацию для безопасного нанесения продукта на кожу, оно не меняет его свойств заявленных. Поэтому масло канолы не имеет дополнительных каких-то запахов, отдушек и так далее. Так, что здесь еще в составе? Насколько я вижу, ничего кроме канола. Может быть, есть какие-то дополнительные ингредиенты, но уточню. Вот на самом продукте никаких дополнительных ингредиентов нет. Это вот такой флакон с дозатором просто. Так, дальше. Пробников у нас не будет. Этих масел их можно будет протестировать в рамках только ваших вот таких рабочих встреч. Я даже не сказала бы вот рабочих. Если честно, это такая встреча для души, да? Рассказ о нашем новом бренде и так далее. Какие концентрации основной смеси и в ролике? Смотрите, количество эфирных масел. Мы сегодня, у нас была встреча с нашей коллегой Фаней Дебуа, да? И еще раз этот вопрос задавался. Концентрация эфирных масел. Здесь мы говорим, что в рамках самих смесей здесь это эфирные масла, собственно, не разбавлены. Это стопроцентная концентрация, поэтому их нельзя использовать на кожу без разбавления в базовом масле. Здесь в рамках ролика аппликатора концентрация ниже для того, чтобы мы могли безопасно наносить эту смесь на свою кожу. По процентному содержанию коллеги информацию не дают. Почему? Потому что это является нашей, ну, не научной тайной, да, а нашей интеллектуальной собственностью. И вот таких деталей по концентрации в процентах, в процентах там компонентного состава мы, конечно же, давать не будем, потому что это все, что является интеллектуальной собственностью компании, все, что является формулировкой. В рамках информации о ингредиентном составе вы можете изучать его с точки зрения компонентного состава, написанного на продуктах. Пока расширение наших линейки эфирных масел не планируется. Мы используем те, что есть. То есть мы взяли базовые потребности, провели тестирование нейробиологическое, высокоэффективное, высокоточное, дорогое, совместно с нашими партнерами, да, новейшими научными лабораториями. И действительно это то, что доказало свою эффективность, доказало свою научность, да, вот такой научный подход даже к ароматерапии и эфирным маслам в целом. Это действительно наша гордость. Если дома есть животные, можно ли использовать аромамасла? По поводу животных, ну, я думаю, что у каждого под словом животные подразумеваются разные жители, поэтому я здесь не буду обобщать. У меня есть кошка, возможно, вы ее даже слышали в рамках сегодняшнего эфира. Все хорошо. Ну, смотрите, вы своего животного знаете лучше. Если есть какие-то у него, у нее, да, ну, варианты непереносимости запаха, то, безусловно, я думаю, что вы это очень быстро поймете по ее реакции. С точки зрения детей, я думаю, будут вопросы. Мы не рекомендуем использовать эфирные масла беременным кормящим, мамочкам, людям, у кого есть груднички. Почему? Потому что здесь есть, а, эти группы людей, да, более чувствительны к запахам. Детки еще и имеют немножко другой состав, ну, соответственно, вообще, да, их реакция там на кожу может быть совершенно другая. Их ощущения, их дыхательные пути еще не совсем сформированы, поэтому, конечно же, для использования вместе с детьми, особенно грудничками, мы не даем такой рекомендации и надеемся на ваше благоразумие. Будет ли он так? А если аромат не понравится, будет ли он влиять так, как надо? Безус, хороший вопрос, Ирина, влиять так, как надо будет, да, потому что вот здесь, ну, знаете, когда мы говорим нравится, не нравится, это все-таки больший акцент на парфюмерию как таковую, да, когда мы подбираем парфюм с точки зрения отражения вашего образа, имиджа и так далее и тому подобное. А вот здесь мы говорим про те реакции, которые безусловны, да, они будут, потому что это то, что показал наш мозг, да, наш, я имею в виду человеческий мозг, и реакции были одинаковы у всех людей. Поэтому, безусловно, безусловно, вы получите заявленный эффект от смеси. Очень долго, у меня два месяца где-то лежал тестер, был аромат, пока не выкинула. Так, Анастасия, у вас есть, у меня есть кошка, реагирует нормально. А футболок пока в продаже не планируется, это то, что мы, так сказать, сделали в рамках премьеры, для премьеры этой серии. Так, по каталогу, да, каталог Майден Муд есть в разделе актуальной каталоги, его можно скачать, либо приобрести. Так, почему, частый вопрос партнеров, почему так долго, не поняла, что так долго. Ааа, А, если на тестер бумажный насти концентрат, пробовали ли, на сколько долго держится? Не пробовала, честно. Я думаю, что будет держаться долго, если вы его положите, например, в формат какого-то, ну, там, пакета, либо еще чего-то, ну, будет держаться, безусловно, долго. По поводу дорого, почему так дорого, ну, на самом деле, это действительно премиальный сегмент в рамках нашего портфолио. Это действительно ключевая категория наравне с wellness и на wage, и это, безусловно, ну, ценообразование, оно всегда складывается из нескольких факторов. Это и сами ингредиенты, и здесь играет роль тот факт, что мы не получаем ингредиенты, да, в рамках какой-то близлежащей страны, там, к Швеции, либо к заводу производителю. Мы ищем ингредиенты в рамках всего мира, да, от, там, Африки, США, Италии и так далее, там, подобное. Мы ищем высококачественные ингредиенты, мы ищем поставщиков, которые бы предоставляли, а, высококачественный ингредиент, как сам по себе, да, качество эфирного масла. Мы ищем тех поставщиков, которые бы, как вы поняли, также относятся трепетно к природе и сохраняют природные ресурсы и не вредят природе в рамках производства этих ингредиентов. Мы ищем те ингредиенты, которые будут обладать максимальной концентрацией эфирных масел, и это то, что проводят, в общем-то, все эти скрининги, да, проводят наши коллеги в рамках научно-исследовательского центра. И, в том числе, это, конечно же, первый состав, качество ингредиентов, это, соответственно, упаковки, внешний вид, и это еще и какой-то процент дистрибуции, да, доставки продукта. Отсюда и складывается наша ценовая политика. Смотрите, еще раз, я понимаю ваши вопросы на тему «дорого», и я в то же время понимаю, что продать и понять все преимущества этих продуктов для себя за одну встречу бывает не так просто. Именно поэтому в рамках второго каталога мы с Натальей Раткевич проведем для вас целую серию обучающих вебинаров, где будем раскрывать, вот как я говорю, послойно, да, ну вот так точечно, дозированно, и рассказывать о всех преимуществах наших продуктов. И когда вы их поймете, я думаю, что вы поймете, что это очень приемлемая цена за такое качество, за такой инновационный подход и за те преимущества, которые вы получаете в рамках использования. Так, насколько по времени использования при ежедневном применении рассчитаны концентраты и аппликатор. Смотрите, в рамках следующих встреч и Наталья, и я будем показывать вам цифры, от скольки и до скольки может служить тот или иной продукт. Ну, в среднем, вот смотрите, все зависит от того, какой метод использования вы выбрали, да, там плюс-минус, по-моему, 100 капель вот здесь, и, ну, здесь тоже все будет зависеть от того, насколько часто вы будете использовать тот или иной аппликатор, на какое количество зон пульса, сколько раз в день вы будете его наносить, будет ли у вас один любимый, либо вы будете пользоваться спектром. То есть вот от этого всего будет зависеть тот промежуток, которым вы сможете, в общем-то, пользоваться одним продуктом этой серии. Если у вас будет несколько аппликаторов, да, роликовых, то я думаю, что в зависимости от того, что вы будете их использовать по потребности, вам может хватить от одного до нескольких месяцев использования. С точки зрения масел тоже все будет зависеть от того, какой метод будет преимущественен у вас, потому что если вы будете, например, там в ванну наливать, это 5 капель, да, это самая высокая, ну, так сказать, трата, да, эфирных масел, которая может быть, в среднем это 2-3 капли, ну, вот в разные форматы использования, то, с одной стороны, это много 5 капель, да, но больше, чем в других форматах, а с другой стороны, ванну мы не принимаем каждый день, то есть тут понимаем, что тоже от этого зависит временной слот. Если мы дополнительно используем в рамках, там, массажа и так далее, там подобное, если мы сочетаем все варианты возможного использования, то это, безусловно, ну, где-то месяц-два, вот так. Так, подписка на серию будет, подумаем над этим вопросом, пока есть возможность приобретать только со скидкой, с увеличенными баллами бонуса, как Wellness, в рамках наборов, да, вот этих двух. В каких странах еще есть? Пока это, если говорить про страны СНГ, это доступно только вам, как лидерам России. У кого слабое обоняние, на них будет эффект от масел? Достаточно, ну, вот смотрите, достаточно индивидуальный вопрос. Я могу сказать, что сейчас у меня обоняние ослаблено немножко, может быть, вы слышите мой, ну, такой, такой немножко французский, да, акцент, но я их прекрасно слышу, даже из диффузора, даже не поднося, ну, соответственно, эфирное масло к носу. Так. 50% скидки не будет на эти продукты, по крайней мере, пока. Это тоже. Или после коронавируса, или после коронавируса, если вообще нет обоняния и вкуса. Есть ли эффект? Конечно, ну, вы должны понимать четко, когда мы говорим про нейробиологическое тестирование на аппарате МРТ, тестировалось влияние и активация определенных отделов головного мозга, когда человек вдыхал эту смесь, да, получалось вот это влияние. В данной конкретной ситуации, естественно, вы должны понимать, что тестирование не проводилось, но могу сказать лишь на основе, в общем-то, общих таких данных, да, которые мы сейчас с вами обсудили, которые мы с вами сейчас уже прошли с точки зрения нейробиологического тестирования, то можно сказать, что если есть отсутствие обоняния, то эффект от продукта либо будет незначительным, либо его не будет вообще. Все достаточно индивидуально, потому что мы все по-разному понимаем, ну, вот, то, что значит нет обоняния совсем, либо я слышу очень-очень незначительно, я имею в виду носом, да, вот, тихий звук, у меня все на максимум, так. Так, прикольно, попробовать можно на влажные волосы нанести и релаксировать. Коллеги, смотрите, влажные волосы и нанести эфирные масла на них, это то же самое, соприкоснуться с эфирными маслами руками, да, тем более глазами, волосы у вас в районе глаз, в районе лица. Не рекомендую вам изобретать новые способы использования эфирных масел в чистом виде. Почему? Потому что концентрация настолько велика, что это может вызвать аллергическую реакцию. Каковы будут ее, а, проявления, последствия, долговременность ее присутствия в вашей жизни, никто предсказать не может, потому что все, поэтому и называется индивидуально аллергическая реакция. Поэтому применять эфирные масла на кожу можно только с соблюдением правил безопасности. То есть не в чистом виде это нельзя делать, в области глаз нельзя делать. Если мы наносим на тело, мы разводим с базовым маслом по тем рекомендациям, которые дает компания. В таком случае вы, ваши близкие, ваши клиенты будут в безопасности. Несмотря на то, что мы говорим про косметические продукты, но вот момент безопасности очень важен. Так, сколько капель в среднем флаконе? Примерно 100, как я вам сказала, если мы говорим про масла. И, кстати, вот на что бы я хотела обратить ваше внимание. Смотрите, эти продукты носят название, вот если посмотреть даже на упаковку, essential oil blends set. То есть essential oils, если мы говорим про такую международную маркировку, именно так и могут маркироваться только те эфирные масла, которые являются натуральными эфирными маслами. Вот это еще раз доказательство того, что мы используем только чистейшие натуральные природные ингредиенты. Не видите докладчика? Ну, если посмотреть, я где-то в общем списке тех, кто сейчас включил камеру. Я здесь, я с вами, я говорю с вами не только голосом. Как долго длится эффект от релакса? Эффект от каждого масла будет длиться, ну вот как вам сказать, да? Будет ли считаться, что эффект от релакса длится, когда вы уснули и до того момента, как вы проснулись? То есть вы же не будете, ну я не знаю, отслеживать, сколько минут вам потребовалось на засыпание. Кто-то может рассчитать это в минутах, сколько потребовалось засыпание, кто-то может рассчитать это в формате, сколько потребовалось, ну точнее, никто не сможет сказать, сколько потребовалось на засыпание, потому что вы уснете и проснетесь отдохнувшим. Ну вот, в общем, этот эффект будет с вами, вот если в варианте диффузора ровно столько, ну вот говорить о прямом воздействии, ровно столько, сколько у вас будет работать ваш диффузор. Вот сейчас у меня он стоит на 180 минут, то есть полтора часа я получаю прямое воздействие эфирных масел. Так, накопительного эффекта быть не может, потому что, ну как вам сказать, мы же понимаем, что наш мозг активизируется в нужное время, нужный отдел мозга, он не может работать постоянно, да, даже, я не знаю, наши электрические приборы работают от сих и до сих. Вот так же и наш головной мозг по задаче. Он выполнил задачу, ему нужно переключиться, он не может быть накопительным и постоянно, ну там, работать префронтальная кора у нас, когда она нам не нужна, или уже запущены другие отделы мозга. То есть вот здесь все будет ровно в тот момент, когда нам нужно. Так, сертификаты есть у серии? Сертификаты, безусловно, есть. Если бы их не было в рамках нашего таможенного союза и России в частности, мы бы не смогли предложить вам этот потрясающий продукт в целом. Сертификаты качества на эти продукты есть в наличии в рамках нашей компании и, в общем-то, здесь, как и любые другие сертификаты, они не даются вам в свободное плавание, потому что мы не подразумеваем продажи, да, мы подразумеваем рекрутирование и приобретение для себя. А для работы нашим методом продаж сертификаты на продукцию, как в магазинах розничной торговли, вам не нужны. Сколько времени шла разработка серии? Примерно эта разработка шла три года, да, вот коллеги сегодня, Фаня Дебуаз, говорила именно такие цифры и данные. Я вам рекомендую еще вчера найти, точнее, не еще вчера, а найти ссылку на вчерашний прямой эфир «Доброго утра» с Катрин и Виктором, и там Фаня также выступала. Я думаю, вы получите еще больше такого комплексного понимания, что для чего и зачем. У истоков стояли наши внутренние ученые, одним из которых была Фаня, и у вас есть уникальная возможность, ну, так сказать, видеть, слышать этого человека напрямую. Вот это еще дополнительный бонус тех возможностей, которые дает компания «Арифлейм» для своих партнеров, да, не просто получать качественные продукты, а получать компетентные ответы, информацию из первых уст, да, из центра исследования и разработок. Поэтому обращайте внимание на такие прямые эфиры, прослушайте его в записи, если вы не были там вчера, и присоединяйтесь к следующим прямым эфирам. Так, если еще есть какие-то общие вопросы, я на них сейчас с удовольствием отвечу. Наше время подходит к концу. Будет ли чат отдельный в Телеграм по продукту? Нет. Нет. Такого чата мы делать не планируем, дабы не плодить каких-либо чатов, да, еще дополнительных. Если у вас будут вопросы, вы с ними можете обращаться в наш ключевой такой чат общения по ключевым категориям Wellness and Avage. Конечно, там нас достаточно много, и там присутствуем в том числе и мы с Натальей Радкевич. Обязательно ответим. Так, ограничения противопоказания. Да, как я сказала, возрастные ограничения, мы его рекомендуем все-таки для взрослых. Если говорить про детей, то сегодня мы слышали от ФАНИ самой рекомендации 12+. Все остальное на ваше усмотрение и благоразумие. Противопоказания – индивидуальная непереносимость какого-либо компонента продукта. Ну и, безусловно, все техники безопасности использования эфирных масел важно соблюдать. Так, сейчас перехожу чуть ниже в чат. Может быть, что-то еще. Про привыкание. Ну, на самом деле, не знаю, что здесь понимается под словом привыкание. Наверное, понимается то, что без помощи, я не знаю, масла релакса вы потом не сможете уснуть. Или что-то в этом роде. Ну, на самом деле, нет. Вы должны понимать, что это, ну, я не знаю, не лекарства, не таблетки, от которых вы зависите, если есть какая-то определенная особенность организма, либо потребность организма. Это эфирные масла. Как и любые запахи другие, да, они, безусловно, влияют на нашу жизнь. Но говорить о привыкании в контексте именно, ну, вот таком, да, что я не смогу потом что-то сделать без них, ну, мне кажется, это достаточно будет некорректно. Потому что сила у них есть, но в момент их с нами соприкосновения в том или ином формате. Потому что есть влияние, ну, на, соответственно, головной мозг. Но при этом это не подразумевает, там, 24 на 7 использования этой серии. Так, обучение будет только на этой площадке. Итак, коллеги, мы будем решать этот вопрос, посмотрим, насколько она будет комфортна вам. Мы сами тестируем эту площадку, и, ну, вот, конкретного, однозначного ответа у меня сейчас нет. Мы будем тестировать все. Запись будет, мы ее включили в начале нашей сегодняшней беседы. Так, спасибо вам огромное за ваше участие, за ваше включение в эту серию, в эти продукты, за ваш интерес, потому что это очень важно. Именно вы являетесь локомотивами своих структур, я не знаю, вы являетесь локомотивами для своих клиентов. Вы являетесь их, ну, так, есть трендсеттеры. Ну, кстати, вы тоже являетесь трендсеттерами, потому что вы принесете новый тренд в большинство городов, я не знаю, весей нашей необъятной России. Потому что сейчас, конечно же, ароматы для дома, ароматы для, ну, вот, наверное, баланса, да, они приобретают еще больше такую ценность, и еще большее количество людей обращаются, вот, и погружаются в эту тему. Мне кажется, мы пришли в свое время, мы находимся в нужном месте, и сейчас нам важно очень быстро получить эту информацию, сделать ее своей, да, проработать, наработать ее, и начать работать с этой потрясающей новой категории продукции для нас с вами. Спасибо огромное, шикарный продукт, который ждали многие, доверяю компании больше, чем себе, уверена в качестве продукта, а для такого качества нормальная цена. Когда будет следующая встреча со мной в рамках расписания? На следующей неделе в пятницу, насколько я помню. Ждем следующей встречи. Храним, как и любые, масла, да, ну, соответственно, не на прямых солнечных лучах, несмотря на то, что упаковки темные. В местах, где нет резких перепадов температуры, все, в общем-то, здесь, ну, достаточно привычно с точки зрения парфюмерии или хранения других косметических средств. Вот, спасибо еще раз вам огромное. Я вижу, что ключевую информацию, заряд бодрости, заряд интереса мы с вами получили. Я еще раз вас благодарю за активное участие. До встречи на следующих тренингах обучающей системы Mind & Mood. И следующий тренинг для вас проведет Наталья Раткевич по первой части Академии Mind & Mood. Еще раз продублирую в чат ссылку на скачивание презентации. И, в общем-то, мы с вами с чувством выполненного долга можем прощаться. Так, буквально секундочку. Ну что же, всем хорошего вечера, ночи, удачных нам всем продаж, отличной работы, вот, что называется, в удовольствие вместе с новой категорией. И до новых встреч в эфире. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok